Ветхозаветные жертвы Ветхозаветные жертвы имели прообразовательное значение, а также несли за собой искупительное значение. В первой главе Евангелия от Иоанна мы слышим слова Иоанна Предтечи, которая, указывая на Христа, говорит «Вот агнец Божий в землющей грехи мира». Эта фраза Иоанна Предтечи была понятна исключительно тем людям, которые были знакомы с ветхозаветным жертвоприношением. Ибо для любого язычника понятие, что животное берет на себя грехи всего мира, а агнец никак бы не подходил. Он слишком мал. Дело в том, что чем больше грехов, тем больше животное должно взять на себя это искупление. Поэтому понятно это было только израильскому обществу. Нужно сказать, что устав жертвоприношений был зафиксирован в основном в книге «Левит» в Пятикниже Моисеевом. Но в Новом Завете мы с вами не видим жертвоприношений в наших храмах. Более того, апостольский собор в Иерусалиме, решение которого запечатлено в 15 главе «Деяний святых апостолов», отменяет для христиан вообще ритуальную сторону закона Моисеева. Мы с вами не обрезываемся, мы с вами не соблюдаем субботний покой, мы с вами не делаем многого того, чего делали наши иудеи в Ветхозаветной Церкви. Но мы говорили о том, что жертва искупительная Господа Иисуса Христа действительно является некой такой финальной жертвой, которая прекращает актуальность, точнее лишает актуальности все остальные жертвоприношения, кровавые Ветхого Завета. Но Ветхозаветные жертвы предполагались для очищения от тех или иных грехов. По крайней мере, закон Моисеев говорит именно так. Если жертвоприношения в Ветхозаветном храме в Иерусалимском искупают человека от греха, то зачем в мир приходит Христос? На этот вопрос отвечает один из интересных библеистов. Дело в том, что представьте себе, что вы можете оплатить в ресторане вашу покупку, ваш ужин с помощью нескольких способов. Первое – это наличный расчет, второе – это по карте, и третье – это чек. В нашей действительности российский способ используется крайне редко или не используется совсем. Но дело в том, что оплаченный ужин с помощью чека, он с одной стороны уже оплачен, а с другой стороны не оплачен вообще, пока представитель данного учреждения не придет в банк и не обналичит этот чек. И подобную ситуацию можно представить в искупительных жертвоприношениях Ветхого Завета. Когда человек приносит жертву, он условно действительно очищается от греха. Но Христос на кресте оплачивает чеки, которые были до него, во время него и которые будут после него. И поэтому жертвоприношения больше не актуальны. Более того, мы знаем с вами, что Господь Иисус Христос заключает новый завет с Израилем. Но теперь уже не с Израилем, как с нацией, а с Израилем, как с новым народом. Апостол Павел говорит, что нет больше эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. Это революционные слова апостола, говорящие, что отныне разделение на нации, отныне разделение на социальную принадлежность или на половую принадлежность не имеют такой решающей роли, как имели до пришествия в мир Христа Спасителя. Субтитры создавал DimaTorzok